я должна работать слышь меня я должна работать но я не вижу текста что-что не вижу чат и вижу чат фейсбуке да откуда просто будут идти у нас уже смотрит один человек класс это успех я пока не вижу чего чата и вася пропал появился да что-то выскочил но не знаю чего по идее должен быть чат которого нет вопросов все а чего вот евгений написал этого самого с языком что он нас видит привет блин я не вижу чат может и неправильно зашла а теперь я вижу евгений да написала что-то отлично здравствуйте евгений добро пожаловать у вас есть вопросы просто давайте ну как дела спасибо хорошо как тебя все порядке подождем пока все заходят пока все нас хотят увидеть мы можем поговорить о жизни ну да мне понравился пост про мастеров я только что общался тоже с девочкой и она мне говорит тоже мы как раз об этом посту заговорили потому что она задавала вопрос привет алёна привет алёна и она говорит почему так происходит с людьми что пока люди живы их как будто бы никто не видит но это во всем так точно так же как и художник леонардо да винчи да пока он был живом ничего не мог продать до а потом когда он умер его картины начали продаваться за миллионы миллиарды почему типа здесь все так происходит потому что люди боятся принимать этого человека за реальность о том о чем он говорит страшно просто люди страшно принять его таким какой он есть на самом деле точно так же и страшно людям принять себя такими какими они есть на самом деле поэтому им несложно принимать других за реальность за настоящего человека который превозносит себя такое какой он есть по-другому не надо себя превозносить не надо что-то из себя рисовать чтобы тебя начали принимать те люди которые из себя ничего не превозносят до после их смерти их начинают превозносить потому что они видят что да они были натуральными настоящими без искажения без искусственных этих масок без ничего этих людей уже потом превозносят точно так же как и иисуса и всех остальных но зачем вы превозносите то чего уже нет смысла уже нет в это как взяли иисуса мощи его порезали на кусочки и продают за миллионы там в крестик засовывать кусочек тела иисуса он уже не иисус это просто тело иисус когда стал иисусом он перестал быть тему зачем вы это тело за эти крестики что-то с ним носитесь там это уже иллюзия вера вот почему эту иллюзию не превозносят так потому что они живут в иллюзии превозносят эту иллюзию пока человек реальной жизни в теле до тела есть он можно ему задать вопросы через тело жизнью пообщаться с богом то они этого боятся ну когда тело не станет они сказал мы можем пообщаться с ним почему должен он нам ничего не сделает так сейчас появляется типа по что-то вера во что-то людям нужно что чтобы кто-то защитил подсказал там посоветовал помог банка иллюзия жизни страх жить страх быть собой ты говорил превозносить может ли это быть естественно может естественность как амбиций не талант который человек показывает или ну смотри человек же сам себя не превозносит да ну я себя не превозношу то что я пишу кому-то это не нравится да и вот тому кому это не нравится он меня или превозносит или опускает но со мной это не происходит то что он делает я остаюсь таким какими какими был но ему кажется что он может превознести меня ему кажется что он может меня унизить всего лишь на всего иллюзия человеческой какая я не превозношу себя но если я пишу хвостом о чем-то я пишу это не для себя и не для тех кто читает я пишу текст для того который читает но не тот который читает именно текст а я пишу для того который находится внутри того кто читает чтобы тот который читает увидел что он на самом деле не читает есть тот кто внутри еще него читает поэтому чтобы он дал себе понять что не он здесь живет никак василий я же себя превозносил тоже как василия васил василий здесь жил я так думал что василий здесь жил пока я не увидел что живет жизнь внутри василия и я являюсь василием как тот который думал что василий он василий а я именно та жизнь которая живет внутри василий ты что-то понял о чем я говорю да у нас уже есть первый вопрос от тамары что такое иллюзия на примере что такое иллюзия на примере это вот на примере иллюзия наше воображение допустим о ребенке мы создали иллюзию что мы хотим ребенка но ребенка еще не существует когда появился ребенок мы забываем что этот ребенок и наша иллюзия но мы думаем что ребенок это не иллюзия это жизнь тело но пока без имени да пока она только родилось это иллюзия родилась пока без имени да потом этой иллюзии наши иллюзии что мы же хотели ребенка у нас появился ребенок появился ребенок этому ребенку этой иллюзии мы дали имя таки вот так появилась иллюзия этот как на примере но нам кажется что это не иллюзия потому что нам кажется что мы не иллюзия нам кажется что мы есть что-то воображаемое как тело воображаемое как василий воображаемое как у василия есть дочка это появляются иллюзии мы их создаем сами в чем иллюзия например примере с катей или на ком ответственность или если нет василия только вопрос у кого есть дочь у иллюзии иллюзия которая пишет что у кого есть дочь спрашивает у иллюзии людей же кажется что до сих пор что есть василий тамаре она если видеть тело то у нее есть понятие что если есть тело есть василий и другого у нее понимания нету пока есть тело пока она не узнала что она не является иллюзией она является чем-то другим то она будет задавать из иллюзии иллюзии вопрос ей кажется что она есть и вопрос задает тому что и кажется что я есть и две иллюзии между собой типа общаются но во мне нету иллюзии но она хочет меня затащить своими словами в иллюзии как и спрашивает а мария василий объяснил то есть на примере с родителями когда они придумывают имя ребенку тогда они появляются сразу мысли об этом ребенке кем он должен быть кем он должен быть и так далее с этого момента все начинается каких представления ребенке первое это когда только мысль о ребенке это иллюзия да появляется ребенок мысль о том как его должно звать тоже иллюзия да ему это иллюзии навязывают иллюзорное имя потом эти же родители которые создали ребенка имя у них иллюзия о том что они знают куда это иллюзии надо идти учиться чем заниматься и все остальное это ребенок этот ребенок продолжает быть иллюзией потому что им кажется что они знают куда ему надо идти чем заниматься они знают что в этом мире нужно делать они знают о это за мир их знание об этом мире все прочитанное в книгах в букварях сейчас в телевидении в ютубе фейсбуке в трансляциях разных вот это им кажется все что это этим и является они не хотят сами ничего познавать потому что я им родители не давали они не будут давать своим детям эти дети не будут давать своим детям познавать мир и вот так будет дальше проходить 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 проходи и этот Этот мир построен на том, что говорят. Другого никто ничего не знает. Если ребенок родится, его куда-то отправить на необитаемый остров. Ему придется узнавать самому, что это такое вообще. Куда он попал. Он не будет знать, что это планета Земля. Он не будет понимать, что это остров. Он не будет понимать, что его послали на этот остров. Он не будет понимать, что есть люди на Земле. Он не будет понимать, что есть птицы, есть крокодилы, есть акулы. Он ничего не будет понимать. У него не будет знания. Он не будет знать, что есть оружие. Он не будет знать, что есть какие-то страны. Вот этого он ничего не будет знать. и мы только после того как он проживет всю жизнь на этом острове он не будет соприкасаться с людьми с нациями разными да с разными языками и только там допустим через 50 60 70 лет но может нему прийти и задать ему вопрос это у нас не будет понимать язык же нас не будет понимать мы с ним даже пообщаться не сможет а если их оставить двоих девочку и мальчика не будет свое племя какое-то да но они не будут понятия меньше есть границы есть страны есть название есть имена какие-то они будут что-то свое собственное создавать и мы тогда сможем увидеть что может создать в этом мире иллюзорные потому что это же была иллюзия чья-то родить детей да и потом иллюзия этих детей отправить на острове мы тогда только увидим что с иллюзиями происходит как они проявляют как они воспринимают этот мир что они будут творить вокруг себя только так мы можем понять что такое иллюзия на самом деле выживет ли это иллюзия которая ну нам кажется что мы здесь можем выжить для нас это понятно для них это будет непонятно вообще новая жизнь будет опять же мы же не убираем где нам родиться какие обстоятельства и так далее то есть короче мы же не убираем где мы рождаемся какие обстоятельства к искими родителями и долг каждого человека познавать свою жизнь ты как тело думаешь что ты родилась у каких-то родителей да и ты сейчас задаешь из того знания что ты не выбираешь какой семья родится и каких родителей да но если бы ты не знала другие семьи и других детей что есть еще другие дети и другие семьи у них есть другие родители другое отношение к этим детям то ты бы не говорила этого что есть вот это все ты говорил о семья какая-то ты бы не говорила что это семья потому что ты бы не знала что есть еще семьи есть то что есть сейчас вокруг тебя есть какая-то тетка есть какой-то дядька если бы они этого тоже не знали что они папа и мама как у нас это принято в наших странах говорить да то неизвестно кем бы ты их считала и говорила либо ты сейчас о том о чем ты сейчас говоришь у тебя бы не было знания о том что есть какие-то семьи а у этих семей есть родители а у этих родителей есть доходы такие а у моих родителей такие доходы вот это и есть сравнение жизни с вокруг происходящим вокруг нас поэтому отсюда и задаем вопросы на из того на что мы смотрим у нас было еще несколько вопросов в чате алена спрашивала почему человеку страшно быть собой и кто этот собой это тот который знает что он есть тот который знает то она родилась какой-то семье и почему она родилась именно в этой семье это опять же знание просто влада знает что она родилась какой-то семье и она думает что выбрала ли она эту семью или как это случилось что она попала именно в эту семью это знание о том что влада родилась в семье и она хотела бы узнать почему она родилась такой семье они в другой это порядок знаний да влада есть знание о том что есть другие семьи она почему-то родилась в этой семье но почему то не родилась не в той семье которую она знает что там другие отношения какие-то дети но я не знаю твои мнения просто говорю о владе что такое алене объяснить что ты что боится быть собой это знание о том что мир такой есть мир другой вот человек жил всю жизнь в каком-то своем мире до окружении да допустим я вырос в селе да у меня было вот такое окружение кроме этого окружения ничего другого не знал потом когда я поехал другой город из села я уже увидел что есть город у них там другая жизнь я узнал что есть в городе жизнь а есть деревне жизнь деревне жизнь надо копать сапать курей там разводить свиней коровы пасти овец пасти вода у нас только там греется дровами купаемся раз в неделю вот такая жизнь жизнь когда я попал в город я увидел шел в городе можно купаться когда ты хочешь воду не надо греть пасти овец не нужно корову не надо пасти потому что ты идешь в магазин и там берешь молоко и вот у тебя расширяется твое знание о том что тебя окружает но меняешься ли ты от этих всех знаний которые ты узнаешь ты такой же знающий как селе ты такая же знающая как и в городе ничего не меняется от этого внутренность скажет мне кажется очень сильно меняется те копают городе не копают идут магазин типа суд коров потом дает в магазин в городе наоборот все происходит и просто идешь магазин даешь деньги берешь молоко уже готовые все типа да там это одна и та же жизнь внутренняя внешняя кажется разная но внутренняя которая живет в моем теле которая жила в деревне и в городском который живет в городе да просто основание ощущения другие все точно так же можно сказать когда ты силе до увидела рекламу египет ты покупаешь билеты летишь и египет что поменялось страна окружение только поменялось внешность внутренность восприятие одного и того же человека происходит что в деревне он воспринимал корову что в египте воспринимает верблюда но только он его не видел никогда но восприятие одно и то же воспринимающий это этого всего один и тот же но мы хотим поменять воспринимающего потому что например в селе ты воспринимаешь и ты увидел что в городе уже не надо копать а ты идешь магазин да то воспринимающий хочет по меня воспринимающего не восприятие вокруг себя нет это на него не по действию потому что люди меняют восприятие вокруг себя а сами так и не меняются да так они готовы поменять воспринимающего того который находится в теле и все бегают там медитируют ищут просветление копают огород идут город не копают огород вот это они всем этим занимается лишь бы поменять что воспринимающего а он никак не поменять потому что он только воспринимающий то что вокруг него он воспринимаете все у него больше никаких задач в этом мире нету воспринимать вокруг себя что происходит но все думаешь о все поменяется уходя в иллюзию в мысль им кажется что поменялся воспринимающий который воспринимает то что вокруг него происходит почему ли им так кажется потому что в иллюзии в мысли они могут создать как будто бы другой мир вокруг себя но не получается у них там жить иллюзии в мире в котором они создали вокруг себя потому что их вернет то что их окружает тело их вернет опять в тело чтобы они с иллюзией вернулись в тело бум умышления здесь сейчас это есть то восприятие которое воспринимает происходящее вокруг себя и она возвращает через боль через страдание что-то еще они думают что этого не должно быть страдание не должно быть счастье должно быть а страдания нет это тоже самое восприятие как село и город село это несчастье на например это я не люблю некоторые больше счастливы и усилия до село это несчастье а город это счастье так вот из села бегут в город потому что не думаю что поменяется на счастье не там же такое будет несчастье и надо прожить и несчастье и счастье это штука восприятия если ты проживаешь в селе село вокруг себя на это точно также больше город проживать вокруг себя это называется быть присутствием почему как тех которые называют просветлены они находятся просто внутри себя не знаю что они воспринимающие происходящее вокруг себя и все они больше ни кем не являются пока воспринимающими восприятие то что происходит они не не являются самим происходящим они лишь смотрящие на происходящее но все путают да анастасия спрашивала как познавать мир если вокруг столько мнений как не брать это мнение еще тогда познание само познание как воспринимать мир и заключается в том чтобы воспринимать его так как я воспринимаю но не так как мне говорят как они воспринимают чтобы я также воспринимал как они воспринимают мир воспринимается только тем что я воспринимаю это и есть как бы познание учения меня лично меня познавать мир если мне говорят просветленный да он говорит я люблю кушать корейскую морковку а я не люблю кушать корейскую морковку он говорит тебе надо кушать корейскую морковку потому что ты не станешь просветленным если не буду кушать корейскую морковку ну как же мне кушать эту корейскую морковку если я не могу ее кушать и рогай буду почему я должен делать то что он говорит нет я не должен делать это когда это не просветленный это заблуждающийся в том что он знает что как мне надо жить в этом мире я же всем говорю всегда чтобы вы слушали себя жили свою жизнь не слушали меня даже но когда вы можете начать не слушать меня только тогда когда вы начинаете слушать себя сразу вы перестаете слушать меня но пока вы не научились слушать себя через себя послушайте о чем я говорю я говорю о том чтобы вы начали жить свою жизнь это быть тем который смотрит что вокруг происходит я не говорю вам что вы должны быть происходящим и смотреть на того кто там живет не многие заблуждаются в том о чем я говорю вы не слышите о чем я говорю а тем более не слышите себя когда вы сами говорите научитесь слушать слушать не просто слышать слушать каждое слово если вы читаете то читайте это вникаете как в этом фильме было когда один плюс один был когда он стал проездом выездом инвалида когда негр больше говорит вникает вникает никакой ты понял здесь на стоянка запрещена и головой обруль его бил чтобы он понял вообще есть на стоянка запрещена ты перекрываешь инвалиду место выезда надо понимать свои действия которые вы делаете я не буду бить вас конечно головой обруль потому что нету смысл вы просто должны осознавать сами чувствовать если вы что-то кушаете то вы должны почувствовать нравится вам это или нет я должен вам говорит что это вам надо есть полезно если вы кушаете мясо кушайте на здоровье вам нравится есть мясо многие вам говорят не надо вам мясо есть почему потому что убивают животных это вы должны понять что вам не надо есть мясо потом чтобы воде он не донесет вам ни в коем случае ему сложно будет это сделать вы должны делать то что волны научиться делать то что вам нравится познать себя познать то что вам нравится в этой жизни и действовать только теме знания которые вам нравятся анастасия спрашивала как развиваться и чем развитие ну развиваться и развитие в том что ты начинаешь быть внутри себя и ощущать все что вокруг тебя происходит смотреть на все происходящее ты учишься у происходящего вокруг себя любой опыт который прожил человек он не может передать тебе свой опыт вот ты прожила такой же опыт как он и я не знаю не он не знает ни ты не знаешь какая какой опыт твой лично так вот когда ты будешь внутри себя будет происходить вокруг тебя потому что ты будешь внутри себя будет находиться до не будешь смотреть на происходящее вокруг себя тогда ты сможешь увидеть что для тебя в этом мире важно и ты на начнешь учиться получать опыт от самой жизни не а дядьки какого-то не идет от самой жизни ощущать видеть слышать нюхать кушать вот это все происходящее что происходит вокруг твоего тела тогда ты научишься развиваться в этом твое развитие просто познавать мир происходящего вокруг себя а зачем это нужно когда познаешь себя как то который стержень в тебе то что смотрит на что происходящее вокруг когда ты узнаешь для чего это все есть еще вопрос задавайте вопрос если нет 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Если я отвечаю другими, вы берете себе этот как за ответ, потому что у вас похожий вопрос, это будет не то же самое, потому что я уже когда-то говорил об этом, что каждому приходит свой ответ. Вопрос их похожий, но... Для задаваемого приходит именно другой ответ. Это можно попробовать на любой встрече, задавать один и тот же вопрос, но разными людьми вы увидите, что для каждого человека будет другой ответ приходить. Во-первых, другой человек. Во-вторых, вопрос уже задается не из того момента, с которого задавался, допустим, первый ответ на вопрос. Ну и все меняется, поэтому и будет происходить для каждого в моменте ответ. Продолжение следует... Тамара написала имя иллюзорно, но ребенок реальный. Я же рассказывал о том, что ребенок появился тоже как иллюзия, потому что первое было, это как иллюзия, что мы хотим ребенок. Значит, ребенок это иллюзорное. Не только имя, но и сам ребенок иллюзия. Это если про то, что такое иллюзия. Потому что на самом деле, хочет ли человек ребенок... Он видит, что есть у других детей. И он говорит, и я хочу ребенок. Или ему говорят, а почему у тебя до сих пор нету ребенка? А почему ты не вышла замуж? А если вышла замуж, а чего еще нету ребенка? Вы когда думаете уже это делать? Вы давайте не ждите. Эта иллюзия будет продолжаться до того момента, пока вы живы. Потому что вы как иллюзия само происхождение нас. Мы как иллюзия. Так вот мы будем до самой смерти продлевать эту иллюзию. Мы будем спрашивать других, почему они не делают так, как мы делаем. Мы будем спрашивать других, почему они не делают так, как наши бабушки и дедушки делали. А потом внуков будем доставать, а потом правнуков будем доставать. Почему они не делают так, как мы делали, так, как и родители делали. И вот эта зацикленность иллюзии и видна в этот момент. Насколько мы зациклены в иллюзии. Тамара говорит, если ребенок иллюзия, то что реальность? В этой иллюзии нету реальности. Это и есть все иллюзия. Просто про это рассказали, что это реальность. Иллюзия рассказала, что это реальность. В матрице созданная... Все, да? Матрицу создала иллюзия. И все, что происходит в матрице, это иллюзия. То как может быть эта реальность? Если бы это была реальность, а не иллюзия, То все бы происходило как-то по-другому, мне кажется. В реальности бы люди не умирали. Реальность была бы как можно дольше реальной. Ну, реальность должна быть реальной. Как эту реальность, можно проверить, что она реальна. Как я могу верить в эту реальность, как реальность, Если тот, кто был реален, его нету, то какая это реальность? Значит, это иллюзорная реальность для меня, Чтобы мне казалось, что это реальность. Тамара говорит, как докажешь, И я не знаю, что такое матрица и иллюзия. У меня другое восприятие. А как мне тебе доказывать и зачем? Мне тебе что-то доказывать, Что если ты веришь в эту реальность, То значит, матрица Постаралась запрограммировать тебя, Чтобы ты это видела как реальность и все. Мне ничего не нужно тебе доказывать что-то. Для чего? Мне тебе что-то доказывать. Нету смысла вообще никакого. То, что я познал, Мне же не кто-то что-то доказывал. А я сам познал. А чтобы тебе доказывать, Это то же самое, Что в этой матрице Есть женщина, Есть насильник. Насильника создали для женщины, Которая любит насилие. Матрица это все создала. И женщина идет, И насильник нападает. Если эта женщина скажет, О, я этого так и ждала, Я этого так хотела, Я уже ждала тебя уже 6 месяцев, Когда ты появишься, дебил. Давай быстрее идем в кусты. Он убежит. Для матрицы это будет нереально. Как это было? Она должна быть изнасилована, А она сейчас хочет изнасиловать насильника. Он убежит. Для матрицы будет непонятно. Так если я тебе что-то доказывать, Ты тоже сбежишь. Ты скажешь, Это непонятно для меня, Нет, это нереально. Вот эта реальность, Которую я вижу, Это реальная. А то, о чем ты говоришь, Это нереально. По-другому ты не сможешь воспринимать это. Только так, Как ты видишь эту реальность. Наташа спрашивает, Для чего я создаю себе проблемы? Почему в другой стране мой ум выбрал задачу выживания? С кучей задач. Так это не ты выбираешь себе проблемы. Есть программа, которая написана в той стране, куда ты попала. И по-другому там нельзя жить. Только по этой программе, которая написала государство. Если ты не будешь исполнять ту программу, которую написала государство, тебе там не выжить. Тебе кажется, что страдаешь там. Тебе кажется, что там тебе надо выживать. Те, кто там родились, для них это хорошо и легко. Они там не выживают. Они родились программой в этой стране для выживания. Программа это сделала как программное обеспечение, чтобы люди все были послушные. Поэтому ты только страдаешь та, которая видит все, что вокруг нее происходит, это для нее реальность. Она забыла, что она та, которая смотрит на происходящее. И пока ты забыла, что ты смотрение только на происходящее вокруг себя, у тебя будут проблемы. Когда ты увидишь, что все, что происходит вокруг тебя, это программа, матрица. А ты, как само смотрение на эту матрицу, на программу. Программа и матрица не может изменить самого смотрящего. У нее никак не получается вот это все испортить. Она только может вовлечь смотрящего на происходящее, вытащить его типа оттуда, создать ему иллюзорный мир, что он попал в происходящее, и верить в это. А смотрящий так и остается, как смотрящий. Его невозможно вытащить. Но они создали иллюзию, как будто бы вытащили смотрящего. Но они его не могут вытащить. Они могут создать лишь как клоуна какого-то Наташу. Так вот, Наташа стала как клоун того, кто смотрит на происходящее. И она как клоун начала жить в матрице. И она себя осознает, как живущая та, которая живет в матрице. Она забыла, что на нее смотрит смотрящий. Тот, который никогда не меняется. Если она осознает, что она не живет в матрице, а она лишь смотрящая на матрицу, это все слопнется, и она вернется на смотрение. Она будет только смотрящей на происходящее. Но это настолько сильно, как Тамара верит, что это реальность. Вот для Наташи тоже это реальность. Она не верит, что это может быть происходящее. Но не с ней. Она только смотрит, что это происходит. И Тамара не верит в это, что она только смотрит на то, что происходит. Я тоже когда-то не верил, что я только смотрю на происходящее. Я верил, что есть тот, с кем это происходит. И я не только верил, что есть тот, кто с этим происходит, а я и видел себя, как тот, с кем это все происходит. Анастасия спрашивает, зачем вообще создалась иллюзия? И почему она так поддерживается? И когда это исчезнет? Иллюзия исчезнет, когда ты узнаешь, что ты в смотрении на происходящее. Ты как сознание смотрит на то, что происходит. Сознание это можно убрать тоже. Просто происходит смотрение на то, что происходит. Оно видит происходящее, но не является самим происходящим. Его никак нельзя назвать, можно так сказать. Поэтому и нельзя вовлечь его в само происхождение. Все, что происходит, в эту иллюзию. Его невозможно затащить. Потому что у него нет ни возраста, ни имени, ни нации. У него нет ни женского, ни мужского рода. У него ничего нет у этого. Всего, что здесь создают в этой иллюзии. У него нет ни понимания, что есть чай. Есть понимание у иллюзии в этой матрице, что есть чай. Он может пить. Оно. Оно. Ничто вот это. Все, что смотрит. Оно может пить. И просто быть чувством. Чувствовать в тот момент, когда пьет чай. Перестала пить чай, она стала уже ничем. Все. Оно не знает, куда попадет в следующую секунду, в какое восприятие происходящего. Смотреть начнет, или слышать, или нюхать, или чувствовать. Ну, нету понятия. Только что-то начало происходить, оно начало смотреть, или слушать, или нюхать, или кушать опять. Вместо чая уже хлеб засунуло в рот. Продолжение следует... И почему всем интересно, зачем вообще создалась иллюзия? Если это иллюзия, то как она могла создаться? Значит, есть у самой иллюзии вопрос, как она могла создаться. Я спрашиваю, если я смотрящий, чему тогда, когда ты, как говоришь, начинаешь ныкать в детали, появляться в ближайшие осознанности, то ждет я начинаю преображаться. Люди напрямую это помечают. Если я смотрящий, как я могу своим смотрением вплываться на жизнь? Я просто прочитаю, потому что здесь на украинском море для меня это... Если я смотрящий, чему тогда, когда ты, как говоришь, начинаешь ныкать в детали, в ближайшие осознанности, то життя твоё начинает преображаться и в данном периоде на украинском море это помечает. Если я смотрящий, как я могу в своем смотрении вплывать на жизнь... Да никак ты не можешь вплывать на жизнь. Ты просто присутствие вокруг происходящего. Оставайся присутствием смотрящим на происходящее. Зачем тебе что-то делать с той жизнью, которая происходит? Если ты пьешь чай, и ты чувствуешь вкус чая, как ты можешь вплывать на чай? Никак. Ты можешь просто чувствовать вкус. А все, что происходит потом с чаем, это уже другие органы делают с чаем что-то невероятное тоже. то как эти органы вплывают в начале? Своим присутствием. Потому что они есть. и хорошо. И и rey Продолжение следует... 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 есть только то что смотрит через него она себя не осознает как тело он у себя осознает смотрящим из тела слышащим из тела видящим из тела нюхающим вкушающим из тела но она этим не является и это не как носитель это как восприятие самого происходящего все что происходит вот если ты задала такой вопрос то как тебе прямо сейчас найти ту которая слушает где эти точки соприкосновения самого слышания как это слышится как звук превращается в букву и есть понимание как это может происходить вот найди сейчас вот ту которая слушает прямо сейчас вот она меня слышит и кто она которая слушает если тело пустое то она не может слушать ты даешь телу какое-то значение в этой матрице тело просто как тело но ты ему даешь какое-то значение этому тема убери значение тела и найти ту которая слышит то которая слышит что это слышит можешь найти и 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 Можно найти ту, которая снова слышит? Она сосед говорит, тут. Я вижу, да. Не знаю. Откуда этот вопрос произошел тогда у тебя? Я вижу. Я вижу. Я вижу. Продолжение следует... 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 радиатор неважно потому что само слово не будет иметь никакого отношения к тому что я его назвал потому что слово есть жизнь а она нельзя увидеть точно так же как иисус сказал бог но никто не видел этого бога поэтому он дал какое-то название этому точно так же и я какое-то дал этому название этому самое прекрасное название это не что это называется страничками все что есть не что это самое лучшее название не что потому что этого нельзя как-то обозначить его не видно она везде а его не видно она во всем а его не видно когда она себя сама находит она себя находит как тем что не существует почему так происходит наверное чтобы мы не могли рассказать кому-то об этом что это такое чтобы это не начали писать в книге чтобы он не начал передавать это как знание потому что если он начнет передавать это как знание это матрица ум и это будет как передавать другим детям которые будут рождаться чтобы они увидели что это такое бог но когда я услышал о боге у меня был всегда вопрос кто мне сказали дядька какой-то на небе для и почему его не вижу до сих пор этого дядьку на небе бога почему у нас обманывают что есть какой-то дядька почему когда ребенок рождается ему не говорят что откуда он вылез прямым текстом до слагалище родился от секса а ему рассказывают капусте нашли еще что-то тебе пока не надо этого знать но и многое другое какие-то секреты здесь появляются в жизни у людей для чего и значит это что матрица ум хочет придумать такое что вроде бы как она есть но его нет откуда ты взялся с капусту капусте я нашли капусту то ты видишь влагалище пока нет ты пока маленький мама носит трусы и юбку штаны до племен которые раньше жизни у них не было понятия трусы и юбки там еще что-то ветки или это потом начали придумывать какие-то ветки ходили головы откуда ты вылез как я там появился вот этого никто не может рассказать это как раз про то как бог или жизнь что это такое неизвестно как появился ребенок сперматозоином яйцеклет это понятно а дальше как все начало появляться кто туда начал носить какие-то клетки атомы чтобы там все начало происходить кто туда это все носит откуда ламы носит здесь если смотреть на эту матрицу на эту иллюзию да ты берешь ветку складываешь ветку на ветку ветку на ветку получится костер да или ты берешь кирпич откуда взялся кирпич тоже тебя надо взять глину песок цемент щебенку еще что-то и создать кирпич и тогда ты построишь дом все понятно здесь ну как все там происходит откуда мы бывать и как мы могли вылезть вот так ничем все создается давай следующий есть вопрос тамара спрашивала как тело может быть пустое слышим через тело как может тело как тело может быть пустым но когда ты спишь где эти все восприятия деваются ты как будто бы пустая становишься восприятия не существует до во сне чтобы тебя услышать или надо вернуться в тело но если ничего не происходит вокруг тебя то ты спишь то что спит это бог не что вышло из этого тела сейчас а вот когда вот это не что возвращается в тело то что слышит видит чувствует когда она становится наполненным якобы присутствие появляется в этом теле появляется тот что слышит то что видит то что чувствует он только появился и все понятно как появляется тело пушки сейчас тело как пустое потому что многие не доверяют тому внутреннему присутствию это как спящие люди есть вера только слова букву информацию но нету веру в себя то что на самом деле самое главное в мире все следующий вопрос зачем тогда тело почему есть полезные ощущения и приятное зачем эти проживания нету каких-то болезненных ощущений и приятных ощущений то ощущение просто просто мы его называем что это болезненно это просто ощущение приятные это тоже мы назвали что это приятное ощущение это тоже остается просто ощущением это это ощущение но так как мы знаем что это боль а это приятное мы узнали же не сами а нам рассказали так точно так же как нам рассказали что существует смерть она потом еще показали какого-то тетя дядьку тетку или дедушку бабушку в каком-то гробу создали какой-то ящик и там положили вот это тело не нужно его не нужно напоказ делать его не нужно вокруг собирать вот этих людей толку вот это все что происходит так вот это чтобы показать человеку что существует смерть это как существует боль как существует приятные это иллюзия матрица создала видение боль и приятное это это ощущение они ничего не отличаются на одно целое просто ощущение если ты не будешь разделять эти ощущения то ты просто будешь их проживать когда ты научишься проживать эти ощущения тогда ты увидишь что ты не тело это лишь твои ощущения не тело ощущения твои твои это то чем ты являешься внутри сами сами познания этого ощущения вот это не что ощущает боль это не что ощущает приятно но ему все равно что ощущать знание не все равно поэтому не что все так вот знание думает что она знает что это боль не надо ощущать или знание знает что нужно ощущать приятно убери знание осталось только ощущение все ты увидишь что ты не тем следующий вопрос давай девочка лет 7 находится в коме тело растет искусственное дыхание питание тоже сильно до прожить такой опыт или чего-то так ну жизни это не нужно опыта эти иллюзия которая думаешь что она тела но это тело думает что у него есть девочка и они ходить хотят спасти это тело как девочку чтобы не потерять его это лишь иллюзия хочет продлить иллюзии жизнь жизни может опыт быть такой может не быть этого опыт ему все равно вот этому не что она не выбирает ничего чтобы выбрать что-то что происходит здесь вот это ничто не выбирает зиму это ничто не выбирает лето это ничто не выбирает дождь это ничто не выбирать снег это ничто не выбирает розу это ничто не выбирает запах розы это ничто не выбирает запах ромашки это ничто не чувствует любовь любить или не любить это ничто в этом просто присутствует и это ничто не может не присутствовать тело растет потому что у него нету нету понятия что она может не расти пока есть само присутствуя вот этого не что она там находится и она растет когда мы спим в тему тоже растет кома это тоже сон только более глубокий и поэтому тоже растет а для чего это так да нет понятия для чего это так никто не узнает для чего это так просто это происходит для ничто нету важности в чем-то да не что нету ну как бы узнать про то что происходит для чего это ему узнать просто происходит все узнать хочет информация чтобы записать о том что узнала сделать не один том а два тома три тома 4 тома 5 тома 100 тому чтобы люди наши читали чтобы они когда читали увидели что не дочитали что-то там непонятное для него потому что все что написали в 10 томах понятно когда нету 11 тома то стало что-то непонятное значит надо создать 11 тома чтобы было понятно то что не было понятно написано в 10 томах так вот всегда будет какое-то непонимание узнание или знанию нету понятия когда есть что-то непонимание какое-то она не понимает почему она не понимает что-то если она что-то не понимает ему надо узнать но отбрось это узнавание о непонимании отбрось это для чего это так тогда что останется просто присутствие а для чего это происходит выбираешь поэтому ты присутствие что что есть а для чего неизвестно зачем тебе это известность известность будет ввести опять известно но какому-то пониманию известность если посмотреть на людей то они не останавливаются они хотят узнать то что не могут а а и 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 Сказывает, что мы выбираем сами, где родиться, кем родиться. Зачем ты выбрала эту? Эту жизнь тогда. Чтобы не понимать, за чего это все. Чтобы задавать вопросы, это жизнь, и надо прожить этот опыт? Или для чего это так? Задай себе вопрос, кто ты. Кем ты являешься? Только не идей за опытом других в эти знания. Не идей в опыт из того, что я рассказал. Узнаю, что такое Бог, то, что Иисус сказал. Узнаю то, что я говорю, что такое жизнь. Узнаю сама об этом. Узнаю, что такое ничто. Узнаю, что то, что смотрит. Узнаю про него. Про это ничто. Как же оно ничто найти? Его можно ощутить как ощущение, то, что ощущает. Но можно ему только ощутить, что оно ощущает. А что ощущает? Спасибо. 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 Что-то происходит. Вкус. Чувство. Яблоко. Произошло. Оно съело себя, как яблоко. Оно стало опять одним целым. Оно неразделенное. Но это так, как можно объяснить об этом просто. Но это сложно объяснить. ило быть, я después. duсет, конечно. Vanьбоко. У ten수�ル archive, а если бы ты мне поменял ji, то я бы directed. чтобы это узнать почувствовать этим надо быть уйти из соглашения что-то тело еще один вопрос откуда возникает интерес и почему мы вовлекаемся опять из знаний в знание интерес возникает из того что ты знаешь но все знания ты видишь как на ладони себя из этих знаний ты вовлекаешь себя в эти же знания потому что тебе кажется что ты реально тебе кажется что ты реально тебе кажется что ты тело представь себе что тело умерло и сейчас гробу лежит будет ли интерес сможешь ли ты вовлечься в то что происходит не интереса не будет не вовлечься ты не сможешь так интерес только возникает и знания все что ты знала с рождения и ты в эти же знания вовлекаешься из самих знаний в знаниях если есть это у тебя что то есть если у тебя что то есть то с этим что то может случиться она тебя вовлечет в то что ты есть но это не закончил спасибо всем спасибо всем спасибо за вопросы может быть будет опять в четверг вопрос и ответ с кем-то другим уже а может не будет можно только социал будет но в это воскресенье будет социал встреча приходите если вы знаете как вас вовлекает само знание всем спасибо спасибо видимся ну а чем как вам всем пока ты выключишь и потом поделишься в группе чтобы оно осталось типа там такая кнопочка есть вроде хорошо я попробую все